Это остаток снаряда, прилетевший к соседям в сарай. Торчал в земле, вытащили, что не разорвалось полностью. Видите резьба, металл. Какая толщина? Тройка, четверка, наверное. Осталось на память. Житель села Шестерня Василий Петренко уже месяц разбирает сувениры от двух прилетов. Первый раз три снаряда разрушили в доме окна, двери и крышу. Через две недели второй прилет. Сарай и гараж оказались непригодными для использования. Теперь выражение снаряд дважды в одну воронку не падает, Василий не верит. Неправда, ну буквально вот смотрите, вот воронка, через три метра еще одна воронка. Ну не может быть такого, как мне говорят, это совпадение. Ну не может быть такого совпадения. Если бы упало у соседа на огороде, на горе, на бугре, я бы еще поверил. Но если оно два раза в одну точку полетело, то это не может быть совпадение. Били из градов, говорит Василий. Убытки еще не подсчитывал. Ремонт будет делать только после победы. Вместе с семьей сейчас живет в Кривом Роге. Сюда приезжает кормить птиц и наблюдать, как рушится его дом. Вот трубы толстые лежат, газовые. Смотрите, как их погнуло. Труба газовая перебита. Вот осколок лежит. Осколок нашел. 60-летний Николай Кириченко из соседнего села Анновка. Это всего в двух километрах от линии фронта. Говорит, что привык к вражеским обстрелам. И занимается домашними делами под звуки канонады. Они гупают, я окно замуровываю. Они гупают, я летнюю баню делаю. Гупают, гупают. Ну что вы сделаете? Сильно ваш дом пострадал. Ну ничего. Сильно ваша хата пострадала. Ну как вам сказать? У людей хуже есть. Крыша в доме пенсионера местами разрушена. Поэтому он соорудил себе спальное место в сарае, чтобы было где спрятаться от дождя. Там в доме как дождь идет, все течет. Ну а я здесь. Двухспальная кровать. Весь хлам вынес и тот. Так что у меня теперь две квартиры. Как дождь здесь, так солнце светит там. А раньше что здесь было? Конюшня была. Я хозяйничал. Несмотря на еженедельные обстрелы, в селе остаются люди, говорит Николай. Все друг другу помогают. Продукты и лекарства есть. Коммуникации работают. Ой, вы знаете, у нас еще цивилизация. Свет есть, газ есть. А что еще надо? Интернет перебили. Ну как я всю жизнь прожил без него? Ай. Как я весь век прожил без него. Приграничные с Херсонской областью села относятся к Широковской громаде. Здесь живет больше 13 тысяч жителей. Люди из так называемой серой зоны выехали почти все. Остались лишь пенсионеры. Эти же стреляют снарядами, поэтому никто не видит. Здесь хоть бы и была сирена, мы бы не знали. Оно же свистит и через три минуты взрыв. Невозможно этого предупредить. Скажите, в одежде спите? Да нет, не настолько. Бывали случаи, особенно это Анновка. И по 8 часов, и по 7 сидели в погребах. Подразделение Александра защищает рубежи Кривого Рога и не дает противнику двигаться вперед. Характер боевых действий стабильный. Я могу сказать, что он никак не меняется. Противник наносит массивные артиллерийские удары, а также из попытки перейти в атаку и прорвать оборонные позиции наших подразделений. У моего подразделения стоит задача не допускать прорыва противника в Кривой Рог, а также максимальное продвижение вперед и освобождение наших территорий. После вражеских обстрелов села нуждаются в разминировании, говорит начальник военной администрации Евгений Сетниченко. Работы у саперов хватает. Тут в основном прилетали грады. Здесь в основном прилетали грады. Они детонировали и взрывались. Их не нужно разминировать. А на ту сторону прилетали смерч, ураган. Вот эти кассетные, запрещенные. Там уже разминировали парни. Потому что их не так было много, как в Зеленодольске. В Зеленодольск и сегодня были прилеты. И в итоге мы узнали, что там, увы, есть раненые. По словам Сетниченко, жизнь в разрушенных селах пока замерла. Но как только ВСУ смогут отодвинуть врага, начнутся восстановительные работы. Наталья Белокудрия и Евгений Кармазин из Днепропетровской области. Специально для телемарафона Freedom, канал UA.